Привет! Я странный дядька, и я, как вы можете видеть, наверное, в Урюпинске. Посмотрим на этот провинциальный город, который считается столицей российской провинции. Я, возможно, вам что-нибудь про него расскажу, то, что предварительно прочитаю из Википедии, потому что сам я про этот город не знаю ничего. Поедем дальше в город, посмотрим, что в нем есть. Если попадется что-то интересное, я обязательно это сниму, вам покажу и про это расскажу. А если ничего интересного не будет, ну, значит, поставим галочку, что мы были в Урюпинске. Мы, я имею в виду, я и вы. И после этого я поеду дальше. Вот это вот центральная площадь города Урюпинска. Я так понимаю, сзади за мной здание администрации местной. Ветер дует, наверное, задувает в микрофон. Но ничего с этим не поделаешь. Что есть, то есть. Как приехал в город, так им и пользуйся. Есть только один шанс первого визита. Вот этот первый визит сегодня. Второго шанса первого визита в любой город и в любое место больше не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Буквально сразу же от центральной площади я вдалеке увидел вот такой вот беленький заборчик, который сразу же почему-то у меня ассоциировался с тем, что это набережная. Ну, естественно, я поехал сюда. Ну, да, фактически это набережная. Там сзади какое-то озеро. Здесь вот этим заборчиком огорожена скульптурная композиция. Мужик в форме и русалка. Больше эта композиция никак нигде не подписана. Никаких табличек нету. Ни на Яндекс.Картах, ни на Гугл.Картах, ни на Мапс.Ми Эта скульптурная композиция тоже никак не обозначена. Что это? Чего это? Чему это? Я не знаю. Точно так же на картах и не обозначено, как называется это озеро. Туда дальше за озеро есть речка местная. Хапер. Но набережной, похоже, у нее нет. Готов. Хотя. КОНЕЦ Еще одна достопримечательность, которая была указана в Википедии. Памятник вязальщице. Вот есть еще здесь где-то памятник Козе. Ну и, по-моему, в общем-то и все. По городу мы с вами немножечко поездили. По-моему, мы единственное, что не были еще в той части. Ну, в той часть как раз еще съездим, посмотрим. А так, в целом, вполне себе милый, уютный городок. Действительно провинциальная столица. Тихо, спокойно. Обыкновенный, вроде бы вполне себе нормальный народ. Шикарный советский вокзал с шикарным полусоветским душем. Но это будет отдельное видео. Не в общем видео про Урюпинск. Посмотрим, что мы еще тут можем посмотреть. В Урюпинске в это время года, пожалуй, только одна существенная проблема. В это время дня, сейчас сколько? В районе пол первого. Солнце практически строго в зените. И найти где-нибудь тень, большая заморочка. Встать бы где-нибудь в тенек, а я вот тут езжу кругами, и нигде тень мне не попадается туда, чтобы можно было встать на машине. На солнце жарко, ветер довольно холодный. Такой получается контраст. Вроде бы, пока не дует тебе жарко, а как начинает дуть, сразу же становится холодно. Такое вот обманчивое время года. Все из той же Википедии выяснилось, что в Урюпинске есть железнодорожная станция. Причем она тупиковая. То есть, никакого сквозного движения нет. Сюда просто, я так понимаю, главной железной дороги отходит ветка. И станция называется не Урюпинск, а Урюпина. Ну, вон там, на здании, я так полагаю, вокзала написано. Я питаю особую слабость к малодеятельным и полузаброшенным железнодорожным станциям, как вы знаете. Но в этом видео я вас не буду утомлять этим вот всем. Тем более, что здесь особенно и смотреть-то нечего. Вот так вот выглядит вся станция. Здесь у нас слева платформа. Довольно длинный, полноразмерный поезд. И три тупиковых пути. Одна тупиковая призма там. Две тупиковые призмы вот здесь. Ну и здание предположительно вокзала. И он уже, наверное, автовокзал города Урюпинск. Питаю я слабость к железнодорожной полузаброшенной инфраструктуре. Есть такое дело. Да. Получился комбинированный ролик. Вроде бы про город Урюпинск. И в то же время про станцию Урюпина. Молодеятельную и полузаброшенную. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девять минут до памятника Козе Подкупает, конечно, прогуляться Но нагулялся я очень хорошо вчера А сегодня уже и время поджимает Поэтому до памятника Козе мы поедем на машине Вы только посмотрите, какие здесь в Урюпинске встречаются дома И они в хорошем состоянии Я бы даже сказал в шикарном Правда здесь пластиковые окна вставлены Но это мелочь Главное, что он есть целый Не снесен и не зашит сайдингом А вот это, блин, вообще Как мне кажется, шедевр деревянного зодчества Кондиционер, правда, висит Но зато хоть Все практически в оригинале Резьба, цвета, вот эти все Все покрашены И там он аптека В такую аптеку обязательно нужно зайти А дверь пластиковая Эта дверь у нас не каждый год Современный пластиковый китайский интерьер Субтитры делал DimaTorzok А птичный музей, к сожалению, почему-то закрыт Я не стал спрашивать, что там и как Пойдем посмотрим на памятник Козе 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 Почему здесь памятник Козе? Ну, насколько я знаю Урюпинск считается центром вязания Или плетения Ну, короче, вот всякие вот эти вот изделия Из козьей шерсти И вообще из шерсти Всякие носки И прочая тра-та-та Тут, наверное, где-то даже есть музей И где-то есть магазины специальные Где все это продают Но шерстяные носки В преддверии лета, наверное, не очень актуальны Хотя, конечно, было бы интересно Из Урюпинска привезти такой сувенир Но, пожалуй, не буду я искать этот музей Не буду я искать такие магазины Бог с ним Вот такой вот Урюпинск Вот такой Урюпинск вы увидели моими глазами Милый, спокойный, тихий городок Мне понравился Не сказать, что здесь как-то особенно интересно Или много всяких разных развлечений Или прям достопримечательность на достопримечательности Все именно так Каким этот город и считается Столица российской провинции Вам спасибо, что досмотрели это видео до вот этого момента Это означает, что нам с вами точно по пути И если вы еще не подписаны То вам нужно обязательно подписаться на канал И включить колокольчик с уведомлениями Обязательно в комментариях напишите свое мнение Ну или даже хотя бы просто со мной поздоровайтесь Скажите Привет, мне будет приятно Для ролика будет полезно Ютуб будет рад Расскажите всем своим друзьям и знакомым у себя в соцсетях О том, что есть такой вот странный дядька У него есть ютуб-канал На него надо иногда заходить И иногда смотреть прикольные ролики Счастья вам, здоровья, любви, терпения На сегодня все Приходите еще Будет интересно Ну а пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok